Явление электромагнитной индукции Переменное во времени магнитное поле является источником вихревого электрического поля. Силовые линии такого электрического поля замкнуты. Если в это поле поместить замкнутый проводник, по нему потечет индукционный ток в результате действия в этом замкнутом проводнике ЭДС индукции. Согласно закону Фарадея об электромагнитной индукции. В нашем распоряжении лампочка, к которой подсоединен провод. Этот провод больше ни к чему не подсоединен. Естественно, что лампочка не горит. Но кроме того, в нашем распоряжении есть электромагнит, по обмотке которого можно пропускать переменный сетевой 50 Гц электрический ток. Ну и сердечник, позволяющий усилить магнитное поле над этим электромагнитом. Я включаю ток через обмотку электромагнита. И начинаю наматывать этот провод на сердечник электромагнита. Один виток. Ну, я-то вижу, что лампочка уже горит. Будем надеяться, что и камера это видит. Второй виток. Лампочка горит ярче. Третий виток. Четвертый виток еще ярче. Вот тут и возникает необходимость пояснить, что такое поток осцепления. Каждый виток – это ЭДС индукции. Витки включены последовательно. Один за другим. Это единый провод. Значит, все эти источники ЭДС индукции включены последовательно. Чем больше витков, тем больше суммарное действующее ЭДС. И тем больше ток, тем ярче горит лампочка. Так вот, это увеличение магнитного потока. И описывается такой величиной, как поток осцепления. Вот сейчас уже много витков. Лампочка горит ярко, почти так, как ей положено гореть. А теперь я буду снимать провод с электромагнита. Чем меньше остается витков, тем слабее горит лампочка. Лампочка горит лампочка.